Приветствую вас. Вопрос задаёт Мария. Вопрос касается специфических отношений её супруга и его сестры. У них одна мать, но разные отцы. Далее, в общем-то, автор вопроса описывает несколько интимных подробностей. Взаимодействие своего мужа с сестрой. Там ничего такого нет, но, тем не менее, есть вещи, которые автору не нравятся. И она, в общем-то, против взаимодействия такого рода между мужем и его сестрой. Хотя, повторюсь, там ничего такого нет. Но, тем не менее, она против. Потому что ей не нравятся какие-то вещи. Не нравится, что делает, как бы, сестра мой. Вот. И, соответственно, автор вопроса спрашивает о том, что мне думать. Смотрите, какая получается штука. Вы уже что-то думаете. Это, мне кажется, факт. И важно, на мой взгляд, не то, что вы думаете, а то, что вы, например, чувствуете. Вот. Вот это, на мой взгляд, важно. То есть, понимаете. Прикол. Прикол в том, что вы пытаетесь с этим, на мой взгляд, взаимодействовать рационально. То есть, вы пытаетесь как-то рационалистично, я бы сказал, к этому подходить. А проблема в том, что реалистично не работает. Потому что у мужа вашего всегда найдется аргумент в пользу того, чтобы дискредитировать. Ваше, ну, ваше мнение, да, вашу позицию и так далее. Всегда. Всегда найдется. И в этом нет ничего необычного, в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего плохого. Но это так, это так работает. И с этим необходимо считаться. Другой вопрос. Каковы ваши, в принципе, взаимоотношения с мужем? Что, в принципе, ваши взаимоотношения с мужем на данный момент из себя представляют, какие они, ваши взаимоотношения с мужем? Вот это то, на что нужно обратить внимание. Да? То есть, что, условно говоря, между вами и вашим мужем общего, к примеру? Что вас связывает, ну, друг с другом? Что вас роднит и так далее? Вот это важно. Но, обратите, пожалуйста, внимание на то, что... Об этом вы не говорите. Вы не описываете того, каково состояние отношений ваших с мужем на данный момент. Вы описываете только то, что происходит между ним и сестрой. Но, тем самым, вы и демонстрируете факт отсутствия между вами и вашим мужем доверия. То есть, иными словами, вы друг другу не доверяете. А значит, здесь есть трудности в коммуникациях, здесь есть трудности во взаимодействии друг с другом и так далее. И вот это в первую очередь нужно решать. Понимаете? Не с сестрой бороться и не запрещать мужу с ней общаться. Какое бы общение там не было, он имеет право и будет с ней общаться. А если вы будете в это вмешиваться, то ситуация будет только хуже. Но необходимо изнутри. То есть, из, эээ, ну вот. Эээ, с контекста ваших отношений развивать их. Эээ, так, чтобы вашему мужу было интересно с вами. Понимаете? Чтобы он не видел в вас некого надзирателя. А сейчас он видит вас, судя по всему, именно, именно это. Сейчас он видит вас именно надзирателем. И это, мне кажется, большой проблемой. Ну, по крайней мере, вот. Исходя из того, что вы описываете, я мог бы предположить именно это. Понимаете, да? Вот. Такой ответ с точки зрения психологии я могу вам дать. Сейчас. Да, может быть, вы не уверены в себе. Но, если для вас что-то неприемлемо, вы можете об этом говорить. Важно то, как вы об этом говорите. И, на мой взгляд, говорите вы об этом деструктивно. Сейчас. На данный момент. Вот. В принципе, и все. Поэтому, да. Сначала нужно разобраться в себе. И далее выстраивать отношения со своим людям. Потому что то, что происходит сейчас, это, вследствие проблем в них. Да. Вы не описали, когда все это началось. И было ли это раньше. И так далее. То есть. Вот. Какую-то историю этого. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Будьте благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу.